Приветствуем наших телезрителей на Тагил ТВ новости в студии Олег Шкварков. Коротко о темах нашего выпуска. Замерзали в собственных квартирах. Жители Галиянки утверждают, что в морозы радиаторы отопления были едва теплыми, а в некоторых помещениях было всего плюс 16. Жалобы жильцов проверяется городская комиссия. С работы в прорубь. Сегодня крещение Господне. Православные тагильчане, как и жители других городов страны, окунаются в купели. Сразу две яркие победы в столице России. Ансамбль песни и танца «Белая черемушка» триумфально выступил на двух московских конкурсах. В день 89-й годовщины образования Свердловской области состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Достояние Среднего Урала». Он проводится по инициативе региональной общественной палаты, которая поддержана губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым. Свердловская область – это индустриальный, деловой, научный центр. Это территория сильных, умных, талантливых людей, умеющих преодолевать трудности и воплощать в жизнь самые амбициозные планы. Для меня большая честь сегодня вместе с вами положить начало доброй традиции и поздравить первых победителей. Ну, во-первых, всех с праздником, с днем рождения Свердловской области. Ну, а во-вторых, конечно, очень волнительно, что сегодня первый раз мы будем вручать премии «Достояние Среднего Урала». Вот этот выбор – это выбор народа Свердловской области. В общественном голосовании приняли участие более 50 тысяч человек. Одним из пяти победителей конкурса стал «Уралвагонзавод». Памятную стелу и диплом на торжественной церемонии вручили председателю Совета ветеранов предприятия, почетному гражданину Нижнего Тагила Георгию Бедрику. Статус «Достояние Среднего Урала» присваивается географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, а также коллективам и организациям, которые занимаются популяризацией достижений науки и техники, литературы, культуры, музыки, спорта. Всего на первый конкурс было подано 104 заявки. Затем специальная комиссия отобрала 15 претендентов для участия в голосовании. В честь события Почта России изготовила памятный почтовый штемпель «Достояние Среднего Урала». Участники мероприятия поставили его оттиск на почтовый конверт, посвященный 85-летию Уралвагонзавода. Сбор заявок для участия в следующем конкурсе стартует 1 февраля. Замерзали в собственных квартирах. Жители Гальянки утверждают, что в морозы радиаторы отопления были едва теплыми, а в некоторых жилых помещениях было всего плюс 16. По адресам выезжает городская комиссия. Вместе с хозяйственниками в один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. У вас всё хорошо подцеплено, всё правильно, всё горячее, всё работает. Батарея прогревается полностью, подводка дерьмовая, нормально всё. Кранов лишних у них нет заужений. Жительница дома на Уральском проспекте обратилась в управляющую компанию. Как утверждает, температура в её квартире ниже нормы – всего плюс 16 градусов. Проверить информацию приехала комиссия, представители ресурсоснабжающей организации, управляющей компанией и администрации города. Вот сегодня батареи, это вы, видимо, добавили просто их, потому что они реально были холодные. У вас по окнам сифонит же? Ничего не сифонит. Сифонит чувствуется. То есть по всем стыкам. Вот там вверху нормально. Нет, ребят, на самом деле, давайте по-честному. Батареи были как парное молоко до сегодняшнего дня. Это другой вопрос. Тепло в жилые дома на Гальянке подаёт котельная компания «Регион Газинвест». Температуру и давление измерили в трубах на входе в домовые теплоузлы. Показатели в норме. Вода горячая около 67 градусов, которые необходимы при температуре воздуха на улице – минус 10. Причина, как утверждают ресурсники, не в них. Окна, стены, стыки – всё это отпускает тепло. Сколько бы ни подать туда тепла, если не утеплить нормально окружающей конструкции зданий, эффекта не будет. При обследовании зданий снаружи комиссия выяснила, что значительные теплопотери идут по панельным швам. Исходя из СНИПов и нормативных актов, температура в жилых помещениях должна быть в прямых комнатах плюс 18 градусов, в угловых – плюс 20-22. По сегодняшним заявкам обследованы прямые квартиры. Температура в жилых помещениях составила более 21 градуса, что соответствует нормам. Но мы понимаем, что жителям не всегда комфортно в этих температурах. Да и даны рекомендации, которые надо собственникам жилых помещений устранить, и температура у них повысится. Интересно, что в одном и том же доме температура в квартирах разная. Не знаю, градусника нет, оно по полу холодно, хотя швы утепляли в прошлом году. Как еще теплеет на улице, сразу отопление сбавляет, и батареи не такие горячие. Ну, чуть-чуть можно потеплее, чтобы ходить без шерстяных носков дома. У нас тепло. Сколько примерно по градусам? Ой, ну градуса 23-то есть. Ну не 25 нету. Ну, по-разному. В одной комнате, допустим, есть 24, да, где-то на кухне бывает 22 градуса. Если температура в вашей квартире ниже нормы, сообщите об этом обслуживающей организации. Каждое обращение обрабатывается до трех дней. Заявку можно оставить по телефону в диспетчерский пункт управляющей компании, либо прийти лично и написать заявление, а также отправить сообщения в соцсетях и мессенджерах. До вызова служб собственник помещения может самостоятельно провести профилактику, проверить окна и при необходимости перевести их в зимний режим, промыть отопительные приборы, устранить воздух и засоры. Встать стеной против мошенничества. В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» полицейский и общественный совет при межмуниципальном управлении МВД России Нижнетагильская встретились со студентами и преподавателями технологического института филиала Уральского федерального университета. По данным полиции, в 2022 году жители Нижнего Тагила и Горно-Уральского городского округа перевели злоумышленникам более 150 миллионов рублей. Наиболее распространенная схема обмана – звонки от якобы сотрудников банков или правоохранителей с наставлением перевести деньги на, как утверждают, безопасные счета. Также жертвами становятся люди, которые платят за непривлечение к ответственности близких, попавших в неприятную ситуацию. Сотрудники полиции предложили студентам стать волонтерами и оказать содействие в предотвращении мошенничеств с использованием телекоммуникационных технологий. Сегодня крещение Господне. Традиционно в этот день многие тагильчане, как и жители других городов страны, идут окунаться в прорубь. Духовно и телесно очиститься на Тагильском пруду можно в единственной разрешенной купели рядом с Клубом Моржей. Как все организовано, увидела Олеся Культикова. Вот и заканчивается череда новогодних праздников – тех же святок и Рождества. Их завершает крещение – большой православный праздник. На Тагильском пруду возле Клуба Моржей сегодня утром осветили Иордань. Это единственная разрешенная прорубь для крещенской традиции. Это традиция такая, традиция. И освещение происходит полным чином. То есть это великое водоосвещение называется. Вода приобретает особую силу, меняет свою структуру. И, конечно, кто купается, приобретает особое здоровье. И благодать, и помощь Богу исподобляется. Ну, конечно, надо с верой, Господи, благослови, и попросить чего-то доброго. Вот, просите и дастся вам, говорит Господь наш. Сегодня православные окунались в освященную ледяную воду, чтобы получить духовное и телесное очищение. Встреча со священнослужителем укупили, лишь укрепляет веру в это. Повезло купающимся и с погодой. На этой неделе в Нижнем Тагиле нет сильных морозов. Как вам? Хорошо, свежо. Сегодня у меня еще день рождения. И сегодня, ну, прохладнее, чем обычно. Когда на улице холоднее, теплее ныряется. Друзьями один раз собрались, погнали. Ну, с отживостными, конечно. И все, естественно, как-то так завелось. И каждый год главаем. Безопасность купающихся в Иордане организована спасателями, волонтерами, медиками и сотрудниками полиции, которые напоминают и о мерах личной ответственности. Прошедшие ночью дежурившие спасатели вытащили из проруби мужчину, потерявшего сознание во время купания. В подчинении у меня 6 человек, 5 водолазов. Сегодня на майне нахожусь я и один из водолазов. Также полиция, волонтеры, медики. Обеспечиваем безопасность до 20.00. Установили палатки с отоплением. Мужская и женская палатка. Напомним, что окунаться в ледяную воду нельзя людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям до 3 лет. В день крещения можно набрать освещенной воды для питья в любом храме города. Нижнетагильская городская дума в очередной раз намерена, образно говоря, штурмовать региональный Олимп местного самоуправления. Вопрос об участии в традиционном конкурсе представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, рассмотрели на очередном заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Нижнетагильской городской думы. Напомним, этот конкурс, посвященный Дню местного самоуправления, проводится с 2014 года. Постоянная комиссия рекомендовала заявиться в трех номинациях. Лучший представительный орган в сфере правотворчества, гласность и открытость представительного органа, а также лучший депутат представительного органа муниципального образования с численностью населения свыше 20 тысяч человек. В качестве претендента на победу в последней предложено выдвинуть депутата по третьему округу Дмитрия Скоропупова. Нижнетагильская городская дума неоднократно побеждала и занимала призовые места в конкурсе. День местного самоуправления отмечается 21 апреля. Сразу две яркие победы в столице России. Ансамбль песни и танца «Белая черемушка» триумфально выступил на двух конкурсах, где их соперниками были более тысячи участников из 30 городов страны. О том, какие эмоции испытала тагильская танцевальная группа в следующем репортаже. Народному коллективу ансамблю песни и танца «Белая черемушка» в город Нижнетагил, Свердловская область присуждается звание лауреата и обладателя звания «Гран-при». От церемонии награждения до последнего не верили, что станем победителями, рассказывает Екатерина Леонова, балетмейстер народного коллектива ансамбля песни и танца «Белая черебушка». В этом году мы решили немножко изменить свои традиции, рискнуть, поехать после Нового года сразу же в Москву. Мы попали на два конкурса. Международный конкурс-фестиваль «Гордость России». На этом конкурсе мы заняли лауреатов первой степени. И второй конкурс, международный конкурс-фестиваль «Все мечты сбываются». На нем мы взяли гран-при. В конкурентах у тагильчан были более тысячи человек из России и стран ближнего зарубежья. В столице «Белая черемушка» представила два ярких танца – «Казачий» и «Калина Марлина». Премьера состоялась в октябре 2022 года. Это была изюминка большого концерта в честь 55-летнего юбилея «Белой черемушки». А к конкурсам готовились основательно. Репетировали и на родной сцене дворца «Юбилейный» и в Москве, прямо в коридоре гостиницы. А когда прибыли в концертный зал «Космос», выяснилось, что некоторые элементы в композициях придется на ходу перестраивать. Сложности были в чем? Во-первых, мало времени дали на прогон. Сцена 23 метра, вроде со стороны смотришь – да, ерунда. Как ты только на нее выходишь, все сразу. Система GPS тебя покинула и тому подобное. Начинается потеря себя на сцене. Каждый, я думаю, это ощутил. Помимо участия в конкурсах, вспоминают, успели и на Красной площади побывать, и на ВДНХ, и в других интересных местах. Вернувшись в Тагил, немного передохнули и снова приступили к репетициям. Творческие планы Екатерина Леонова пока держит в секрете. Говорит, примета плохая, если раньше раскрывать. Но уверяет, они амбициозные. В Нижнем Тагиле стартовал Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина. Завтра личный зачет у мужчин и женщин, а в выходные предстоят командные соревнования. Прыгут с трамплинов и тагильские спортсмены. В лидерах окажутся тех, кто наберется больше баллов за прыжки с трамплина К-120. Для 19-летнего Ильи Манькова все началось полжизни назад, когда друг просто позвал побегать, спортом позаниматься. На спортивной площадке познакомились с тренером. И вот уже 9 лет. Как не бегает, а летает. Мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина сейчас входит в состав сборной России. За спиной Олимпиады в Пекине в 22-м году, юношеские Олимпийские игры в Швейцарии в 20-м. Сегодня официальная тренировка перед седьмым этапом Кубка России на родной для Ильи базе. Я пытаюсь вообще ни о чем не думать. Просто вот момент есть и кайфовать с него. А в полете там не успеваешь подумать на самом деле. Все быстро очень. Участникам тренировки дается три попытки. В первых двух Илья Маньков улетел на 132 и 131 метр. Ну сегодня, конечно, Илья Маньков молодец, показал хорошие прыжки. На третий даже не пошел, но уверенность есть. Настрой хороший, боевой, но прыгать надо же завтра. Сегодня мы просто попробовали трамплин. Завтра будет соревнование, завтра будет еще лучше настрой. Настрой только выигрывает всегда. На Кубке выступят 72 спортсмена. 13 из них – тагильчане. По итогам 2021 года в состав сборной команды России от Аиста вошло 7 человек. Все прыгуны. А на конец 2022 года уже 17. Все благодаря большим соревнованиям в Нижнем Тагиле. Люди приходят посмотреть Кубки России, мира. Детям нравится. И родители записывают их на занятия. Так и появляются новые спортсмены. Сильнейших спортсменов нашей страны можно было увидеть только на чемпионатах страны. На таких вот уже значимых стартах. Потому что все остальное время они разъезжали по всему миру, по этапам Кубка мира. А сейчас можно прийти и абсолютно свободно посмотреть сильнейших ребят. Я надеюсь, что вот эти старты в очередной раз наши ребята должны очень достойно у себя дома выступить. Мы на это очень надеемся и готовимся к главному старту, к чемпионату страны. Соревнования Кубка России в Тагиле – это 7-й и 8-й его этапы. 7-й состоится в пятницу. На нем в личных состязаниях прыгают и мужчины, и женщины. 8-й этап начнется в субботу с официальной тренировки. В воскресенье – командные соревнования. Также трамплин К-120 и также и лыжники, и лыжницы. Пожелаем удачи нашим спортсменам. Нижневыйский сквер на пути к благоустройству. Какие изменения ждут главную пешеходную зону на ВМЗ? ТР-доктор. Как перестать корить себя за срывы на пути к здоровому образу жизни? Советы клинического психолога. Тагильчане в списке лучших. Студенты Питт-колледжа номер 2 рассказали о своем участии в финале большой перемены. Эти и другие материалы журналисты тагильского рабочего подготовили для свежего номера городской газеты. Сегодня на этом ставим точку и расстаемся до завтра. Увидимся на канале Тагил ТВ. Всего доброго.